9 мая всех с праздником мирного неба и полных семей значит что у меня в огороде и в парнике происходит на 9 мая вот здесь вот высадила рассаду сельдерея майоран сейчас полила весь огород парник сколько воды хватило перед отъездом укроют как тепличка оставлю сверху значит один огурец посадила в бочку в прошлом году я сажала 4 огурца но они толком не росли если большое количество в бочку сажать это надо на удобрениях их держать то что им тесно а вот из четырех в прошлом году один у меня плодоносил весьма прилично ну соответственно затраченным усилием поэтому в этом году я вот один посадила мне просто почему нравится я этот грунт потом в парник буду перекидывать то есть сюда буду кидать все так потихоньку но у меня тут и малины рядом я в нее тоже все кидаю ну ботву там сорняки и в бочку буду кидать потом этот грунт будут добавлять в парник так это пчелопыляемый отел по-моему нет не буду сейчас врать не помню но помню что пчелопыляемый не партенокарпический сорт или гибрид так тут у меня продолжаются раскопки в огороде и я пытаюсь попытаюсь в этом году и закончить огород переделывать и урожай собрать но если придется выбирать между урожаем и доделыванием огорода то я выберу доделать огород итак парник вот так на 9 мая выглядит парник по краям я высадила рассаду вот в центр еще не сажал потому что здесь вот эти вот первые культуры редис салат лола гросса горчица какая-то и сир сир не помню как еще одна горчица и укроп значит в прошлом году вот на эти дорожки я сыпала песок очень редиски понравилось прям бредис растет просто мы уже тут собираем 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 редис отличный вырос белый красный я сортами особо тут вот продергивали вон белый редис кстати он ничуть не хуже чем красный на вкус в принципе нормальные растет тоже нормально тут тоже немножко укроп значит здесь барага посадила в парник посмотреть как он будет себя вести потому что на улице я не успеваю у него листья добавлять салат они быстро грубеют такие волосатенькие колючие значит это огурец бедный несчастный но хороший сорт оконно-балконный вот он у меня как раз прошлом году в бочке плодоносил хорошо но я с рассадой посеял наклюнувшимися семенами уехала приехал он уже вот перепереросток вытянулся так здесь перцы перцы баклажаны перцы перцы перец баклажан так с этой стороны щавель щавель уже давно едим супы правда не варили но едим регулярно он намного быстро раньше и лучше здесь отрастает чем на улице но его в принципе у даже одного куста на раннюю зелень вполне достаточно в парнике так это томаты в этом году у меня поле ропсон вот это две штуки потом идет розовый слон две штуки потом будет наверное виноградный черри но это еще посмотрю тут еще базилик тоже рассаду уже посадила хорошо он принялся погода стоит погода прям отличная что все лето такое было так одну фасоль тоже рассады сажала тоже быстро она вытягивается так виноград еще щавель значит по поводу вот этой зелени в этом году из-за того что очень быстрый старт быстро все ставило быстро разогрелось прогрелась и в общем у меня вот салат зашел намного лучше чем горчица это хорошо я еще шпинат сюда не сеял он бы наверное не знаю ему бы было слишком жарко здесь то есть салат растет на данный момент лучше чем горчица так ну вот я надеюсь что в следующие выходные я эту середину два ряда уже освобожу и можно будет рассадить перцы еще пара перчиков у меня и томаты значит смотрим дальше что это еще не докопала тоже не докопала здесь вот щавель на улице как выглядит сейчас то есть разница где-то была недели в две когда тот из парника мы уже ели вовсю этот ток-ток проклюнулся так дальше клубника я сказала я уже сейчас весь огород полила эта клубника уже третьего года поэтому может быть посмотрю может на следующий год оставлю может быть буду убирать не знаю пока еще не решила и касаемо клубники не устаю повторять очень мне нравится мульчировать ее щипой из всего что я пробовала щипа мне прямо изумительно нравится так это молодая клубника ты в прошлом году махнулась не глядя значит это кокинская ранняя в прошлом году я ее рассажу такие тщедушные такие слабенькие были расточки и вот прямо сейчас меня она очень радует на удивление прям такие сочные она выдает хорошо но я ее еще не замульчировала это с прошлого года мульча еще осталось вот я пропалю и тогда замульчирую так вот там в конце грядки я посадила зубчики чеснока которые ранней весной будет у меня отдельное видео по поводу что из этого выросло все хочу вырастить крупные очень однозубки так сюда я посеяла посеяла я капусту но не успела я ее посеять как кто-то тут не знаю что делал но какая-то вся грядка изрытая поэтому я не знаю куда тут семена сместились не вот так это ранний который лук тоже на зелень но его вообще вот из грядок буду убирать потому что он сейчас уйдет и тут просто пустое место его он такой неприхотливый его можно куда-нибудь куда-нибудь сбоку куда-нибудь посадить эти две грядки оставила под огурцы и там останутся наверно перцы баклажаны что-то такое так это чеснок чеснока у меня в этом году одна грядка я заменила весь чеснок здесь сажала однозубки и бульбочки и вот там вот в конце а нет бульбочки не сажала однозубки наверное так ладно я потом вспомню эти вот там вот посадила вот это вот однозубки которые у меня выросли зубчиками четыре штучки ты их посадила посмотреть это грядка сюда посеяла под банки по два семечка кабачков вот насмотрелась я в огороде про решила посеять поширше мама у меня не одобрила сказала ты делай как хочешь я сделаю как я хочу ну давай проведем там но это вот у нас был разговор не по поводу кабачков по поводу огурцов я группа сажу на грядку три штуки двигаю мне душа не позволит а три вот могу это сажать 3 а я посажу 12 ну ладно посмотрим так значит кабачки три штуки и между ними посеяла укроп и по краю посеяла редис пока еще тоже не зашли а вот этот чеснок это с прошлого года остались не выкопанные головки тоже посмотрю у меня был удачный опыт когда я оставляла головку чеснока в земле вот и выросла выросли хорошие головки на еду вполне пригодные вот хочу тоже в этом году оставила побольше вот такими пучками теперь растет посмотрим как какой будет урожай значит и вот эта вот грядка только сегодня вот мне приходится то что земля осыпается срыла проходы это я еще не срезала подставляю что-то чтобы совсем грядки не рассыпались значит сюда в прошлом году добавляла песок это у меня самые молодые мои грядки и сюда посеялась сейчас свеклу и морковь ма свекла у меня цилиндра и фёкла а потом морковь нанцкая нанцкая наверное да и дальше королевы осени посмотрю понравится им с песком не понравится у меня морковь растет но не сказать что какая-то прямо уж очень хорошая вполне может быть лучше вот очень вот такой у меня огород парник на 9 мая вот здесь хорошая яма осталась я посеяла арбузы честно пыталась хотела прививать их попробовать на лагинарию но мне лагинария вообще не зашла я ее и над щелкивала и замачивала и грела и охлаждала и в общем семян много там было и свежие и старые ничего не зашло вот так значит а и вот у меня оставилась рассада арбузов я там кое-что раздала что себе оставила вот попробую посадить арбузы тыквы все вырастет картошку еще не сажала хотела было у меня желание сегодня посадить картошку но не успеваю поэтому отложила на выходные картошку буду сажать там же где и в прошлом году на поле это уже будет как разработка целины второй год тоже и это грядка потом будет докантовываться тоже в процессе пока все немножко пропало не знаю что сюда будет сажать тут такой тенечек а с этой стороны оставшиеся тоже под баклажаны мне кажется должно быть тут хорошо баклажаном вот земли земли немножко улучшила песок перегной общем тут так тепло и в общем надеюсь что будет нормально след не подкачает но в принципе я настроена оптимистично мне кажется что должна быть компенсация за прошлое лето в этом году так вот пока пока все настраивать на позитивный лад ну редиска классная в этом году у меня такой редис вырастал только обычно настолько хороший осенью вот когда после чеснока сеешь его начинаются так похолодание вот вырастал отличный редис и вот тут вырос в этом году такой же так огород и парник по состоянию на 13 июня я решила объединить вот то что я снимал 9 ой 13 июня 13 мая то что я снимал 9 мая это что вот сейчас значит ну это я собрала урожай редиски сейчас мы уезжаем хороший такой редисончик так здесь у меня сельдерей майоран сельдерей хорошо перенес пересадку майоран похоже из двух кустиков один только нам будет еще посеять в парник так огурец в бочке с ним все хорошо ничего ему не будет все полила так здесь у меня так вот стало высадила еще вот в середину перца баклажаны помидоры вот там два розовых слона это картонки лежат я просто не успела записать что и куда посадила поэтому оставила до следующего раза редис почти весь убрала сейчас еще надо пацалат надергать укроп пока оставила через неделю уберу я все равно тут мне неделю не будет значит в связи с тем что неделю меня не будет а очень жаркая погода стоять днем невозможно прям в парнике находиться я его конечно закрытым оставлять боюсь но и открытым оставлять тоже боюсь потому что ночью все-таки холодно поэтому я решила что я оставлю форточки открытыми двери закрою обе а обе форточки оставлю открытыми обычно я когда уезжаю я одну форточку оставляю с теплой стороны который меня на юг выходит я обычно оставляю открытой а северную вот ту форточку обычно закрываю сейчас оставлю обе открытыми и еще поставила таз налила туда воды ну немножко будет испаряться будет полегче конечно все полила всю площадь везде все 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 полила вчера поливала сегодня поливала в общем воды истратила вагон так здесь что клубника без изменений вот эти первые три грядки все тоже поливала во всю хорошо так поливала так здесь среди редис капуста которую тут грядку перерыли пока ничего не зашло на этой грядке ничего нет высадила рассаду это тыква здесь такая неплохая яма будет расти так высадила рассаду огурцы 3 не смогла посадить потому что у меня их 5 посадила 5 но все равно меньше чем в прошлом году в прошлом году было то ли 12 штук что не помню в прошлом году так вот шахну порядка 2 ряда сажала или 14 штук было в общем высадила 5 и думаю мало ли но вдруг какой-то там не приживется плохо расти будет вот сейчас ничем их не укрывая просто не успеваю думаю они с этим нормально переживут так чеснок из принципа не поливаю так здесь то что посеяно было пока ничего особо не всходит вроде бы всходит укроп и вот из посеянных кабачков под банками сегодня взошли два ну и по закону полности они зашли под одной банкой естественно вот на пересадку кабачки не любят ну тоже вот я долго думала оставить банку убрать банку мало ли сгорят они там под этой банкой жарко потом решила что ладно оставлю раз они там по ней зашли значит они совсем плохо вот и посеянные морковь и свеклу конечно же еще не зашли тоже вчера сегодня поливала вот у соседки она четыре недели назад села морковь тоже чуть ничего не зашло так что ну очень жарко очень сухо но ночь то прохладно а вот сухо дождей нет дождей нет и не обещают ближайшую неделю вот поэтому я бегала все поливала так что я еще сегодня посадила арбуз один еще одну тыкву это там около картошки и картошку посадил про картошку я сделаю как и в прошлом году отдельное видео прям ну как бы от начала до конца что как делала и что получилось вот пока в общем то и все с огородным парниковыми делами на 13 а